Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас в гостях известный ландшафтный дизайнер Виктор Тропченко. И, наконец-таки, я хочу не задавать ему различных вопросов по агротехнике и по растениям, а поговорить на достаточно серьезную и большую тему. Я думаю, что сегодня мы только начнем, а потом продолжим. Мы будем говорить о великом могучем ландшафтном дизайне и, практически, затронем такую лекционную тему, его основу. Это как раз дизайн посадок. То, с чего, в принципе, стоит начинать любому судоводу. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас, конечно, только начало, но я думаю, что всегда нужно с чего-то начать. Дело в том, что современные тенденции ландшафтного дизайна, ландшафтной архитектуры, дизайна с растениями, проектирование посадок, дизайна посадок — вот все эти термины, в общем-то, не самый удачный перевод англоязычного сочетания «planting design». то бишь дизайн посадок, наверное, ближе всего, но по-русски, может быть, он звучит не так изящно, как по-английски. Идея в том, что современный сад или городской парк, или даже обочина дороги — это место, где основная работа идут с растениями. То есть растения, именно сочетание растений, сочетание их форм, создание сообществ, которые будут достаточно устойчивы в течение многих лет — это основа современной работы с растительным материалом. Как известно, любая ландшафтная архитектура состоит из каких-то строительных форм, так называемого «hardscape», жестких форм. То есть это дорожки, это мощение, это подпорные стенки, это различные бассейны, перголы, беседки, садовые павильоны, малые архитектурные формы во всем своем спектре, от скульптур до каких-то садовых павильонов. И так называемые «soft scapes» — мягкие формы. Это растения, живые организмы. В первую очередь это разнообразные растения. На контрасте этих двух больших частей ландшафтной архитектуры, собственно говоря, и состоят и строятся все парки и сады. Последние 30 лет влияние именно растительной части на дизайн сада стало значительно больше, потому что это связано с тенденциями, с общими тенденциями в мире, потому что мода на экологию, мода на все зеленое, на нелюбовь к искусственным материалам, к искусственным каким-то веществам, боязнь химии, вот это вот все, оно в итоге привело, не могло не повлиять на то, как люди видят сады и парки. А видят они их как зеленое пространство, где минимум каких-то искусственных сооружений, где даже дорожки могут быть сведены просто к каким-то гравийным отсыпкам или даже отсыпкам из коры, особенно если это частный сад в лесу, например, где постепенно какие-то большие площади мощения, если мы говорим о частных садах, тоже уходят в прошлое. И это, конечно, тенденция последнего времени, и мне кажется, что это все больше и больше внимания уделяется этому во всех проектах. Ну вот скажи, я когда беседовал с Юрой Скибином по поводу сада, он назвал свой сад функциональным. Существует ли вообще вот такое вот различие? Функциональный сад и декоративный сад или сад прет-апорте и сад от кутюр? Я думаю, что сад от кутюр это в первую очередь выставочный сад, где никого не интересует, как он будет существовать через пять лет и через десять лет. Просто потому, что это сад, который сделан на неделю, на две недели, как в Челси, или на один сезон, как в французской знаменитой выставке садов. Если говорить о саде для обычной жизни, то, конечно, он должен быть функциональным. Вообще архитектура модернизма и садовая архитектура, идеология модернизма — это, в первую очередь, функция. Вся декоративность, она идет уже после функции. То есть на первом месте это должно быть удобно. И, конечно, функциональность может пониматься по-разному. Для кого-то это газон, который, в принципе, нужно поливать каждый день, даже в условиях Ленинградской области, в жаркие месяцы, косить раз в неделю. Но зато у людей будет большое желеное пространство, по которым можно побегать, полежать, поиграть в какие-то игры спортивные. А для кого-то это место, которое не будет требовать вообще никакого внимания. Просто оно само по себе растет и создает красивую картинку. Или приятный вид, приятное место для прогулки, где жужжат пчелы, летают бабочки, тени и так далее. Это совершенно разная степень функциональности. Ты знаешь, у меня достаточно часто летом бывают в гостях специалисты из этой большой ландшафтной отрасли. И всем я задаю примерно одинаковые вопросы. И в целом получаю достаточно одинаковые ответы. Я всегда задаю самый идиотский вопрос, который, наверное, интересует всех садоводов. А как мне вообще улучшить мой участок? И мне, в принципе, обычно отвечают таким образом. То есть надо сделать переучет на участке. Записать все растения, которые на участке есть, по количеству. Возможно пометить по каким-то цветам, если они цветут. Потом нарисовать на бумажке план. Взять, например, план участка, если он есть. Не у всех есть топосъемочка, но у всех есть кадастровый план, где можно уже эти растения, которые у тебя составлены в отдельный небольшой твой собственный каталог, по этому участку расставить. Вот это, в принципе, то, с чего нужно начинать. Если мы говорим о человеке, у которого дача, который собирается благоустраивать свой участок своими собственными силами, то, наверное, это самый рациональный путь. Потому что после того, когда вы будете понимать, что у вас где растет, что у вас есть, в каком количестве, уже можно понимать, от чего вам нужно избавляться, если это вам не нравится или не вписывается в ту концепцию, которую вы выбираете. Либо от того, что вам необходимо приобрести. Другое дело, что современное видение сада, а именно его близость к природе, оно часто исключает очень многие яркие декоративные растения. То есть даже не рассматриваются как какие-то элементы. Крупноцветковые яркие растения, они уже не то, что они... Я не люблю вот эту вот фразу, вышли из моды, актуально в этом сезоне. Это все, на самом деле, мне кажется, больше имеет отношение к маркетингу каких-то новых сортов, нежели к реальной популярности или возможности использовать то или иное растение. В конце концов, можно сделать все, что угодно, в смысле использовать любое растение, так как хочется. Другое дело, что надо понимать, что у вас в саду предполагается, что вы хотите увидеть в саду. Дизайн с растениями, по-современному его прочтению, это попытка создать более или менее устойчивые сообщества, уход за которыми будет минимальным. Потому что традиционно, что такое сад? Сад это место борьбы с природой. Мы делаем газон, мы стрижем деревья, мы формируем кустарники и мы делаем что-то, что нарочито отличается от того, что у нас, условно, растет за забором. Сегодня же, опять же, в связи с модой на экологию, идет популярность выращивания видов местной флоры, каких-то луговых элементов, лесных элементов. То есть, возможно, то, что у вас на участке есть, если при строительстве, например, дома, у вас участок достаточно большой, там сохранился лес, какой-то луг, то вовсе не обязательно все это убирать и менять полностью. Возможно, это можно где-то достаточно дополнить и этого хватит. Мы на самом деле редко задумываемся. Любой садовод, он немножечко всегда так начинает суетиться, когда у вас сад в каком стиле? Ну, в каком? В каком? В коттеджном, я не знаю. Ниверсаль. И понимаешь, это все сложно. Мы хотим не стиля, а хотим просто гармонии, чтобы было, так сказать, эстетически приятно глазу и не только нашему, но и тем людям, которые к нам приходят. И вот тут вот перед этой гармонией иногда достаточно сложно сориентироваться. Поэтому хочется услышать от ландшафтного дизайнера, возможно, какие-то универсальные советы или принципы, ну, то, что касается планы посадок. Из каких надо вот соображений исходить, чтобы вот прям не накосячить прям сходу? Если мы говорим о функциональном подходе. Функциональный подход это уменьшение ухода. Меньше поливать, меньше полоть, меньше косить, меньше обрезать. Соответственно, вот у нас есть газон. Классический пример высокоуходных посадок. При этом эти посадки достаточно дешевы. Газон стоит дешево. Он стоит 2-3 раза дешевле цветника при создании. Но зато он требует ухода. Минимум раз в неделю, раз в 10 дней вы должны его косить в нашем климате. Если у вас вдруг песчаные почвы, если у вас участок солнечный, очень яркое солнце и жарко, тогда его нужно поливать, иначе в июле он превратится в пожухлую желтую траву. С одной стороны, вроде бы это трудоемко. С другой стороны, с козьбой газона справится в принципе любой человек. Абсолютно. Это не требует никакой квалификации. А та же, приблизительно, такая же история по поводу изгородей стриженных кустарников и деревьев. Здесь, опять же, стрижка требуется 1-2 раза за сезон. Растения, которые растут свободно, возможно, их нужно будет формировать в молодости, когда вы их посадили. Но когда у вас более-менее структура дерева сформирована или кустарники, их можно просто оставить и не трогать несколько лет подряд. Ну, 2-3 раза, 2-3 года делать обрезку. Соответственно, уменьшается уход. Если у вас участок, где был, условно говоря, рукотворный лук, и вам не нужно газона, на котором вы хотите лежать или играть в игры, может, вам нужен маленький кусочек газона, где вы будете просто поставить шезлонги или пройдете. И тогда вам не нужно делать большую территорию, а все остальное можно просто косить раз в месяц и оставить там природный лук, заросли сорняков того, что у вас есть. Это все зависит от задачи. Можно посадить сложный цветник современный, который уже, в общем-то, популярный. В Европе, например, в Европе и в Америке часто газоны вдоль дорог, вдоль каких-то автострад в разделительной полосе перестают делать, потому что они трудоемкие, они требуют козьбы регулярной, просто сажают смесь луговых растений, летников и многолетников, которые в течение пяти лет прекрасно существуют со сменяемостью каких-то видов и при этом не требуют вообще никакого ухода и при этом декоративно. Тут очень много задач, но в современный дизайн с растениями, конечно, нужно начинать с того, что определить, какая цель сада. Если мы говорим о частном саду, это что? Это декоративный сад, это сад для отдыха, это сад коллекционера, это сад демонстрационный, который вы будете демонстрировать своим гостям, то есть подчеркивающий статус. И вот с этого надо определиться. А все сразу нельзя? Хотелось бы совместить все эти функции, на самом деле. Мы не можем себе позволить несколько садов с разным функционалом. Все зависит от того, зачем вам это вообще. У вас это дача, у вас это место, где вы живете постоянно, у вас это здание, куда вы приводите делегации гостей или коллег, или партнеров. Вам нужно показать свой статус. Какая цель этого? Витя, ты понимаешь, мы же все выходцы из Советского Союза и у нас не у всех в квартирах есть столовая, например. Мы, как правило, привыкли совмещать одно и то же помещение с разным функционалом. Мы говорим об обычном саде, при обычном участке от 6 до 15 соток, у людей, которые не готовы большие деньги вкладывать в ландшафтный дизайн, в растения и в уход. Витя, скажи, в структурном плане, когда мы составили, как я уже сказал, каталог этих растений, которые у нас или уже есть, или мы хотим приобрести, вот мы как приехали в наш магазин, накупили все, что нам нравится, а теперь мы думаем, куда это деть. С чего надо идти? Вот от большого к маленькому, например, вот когда ты рисуешь дендроплан. Сначала что? Расставить деревья, потом кусты, потом многолетники. Вот с чего начать и в какую сторону двигаться, хотелось бы понять. Опять же, я даю тебе такую непростую задачу, как сделать ландшафтный сад без ландшафтного дизайнера. Наверное, нужно определиться с тем, что вы планируете делать на ближайшие 20 лет, потому что, как я понимаю по опыту старших товарищей, как правило, через 20 лет уже сменяется. Если не владельцы сада, то, по крайней мере, интересы людей, которые это когда-то сделали. То есть, вам нужно понять, что у вас будет. Допустим, маленькие дети вырастут, соответственно, детская площадка будет разобрана, или вы рассчитываете на то, что появятся внуки. Многие, кстати, рассчитывают на то, что в этом же саду будут жить дети, а дети, когда вырастают, им это становится неинтересно, им хочется что-то совсем иное. Ну, кто строит планы на 20 лет, я не знаю ведь. А в любом случае, свежепосаженный сад у вас только расцветет через 3-5 лет. 3-5 лет, да. То есть, это достигнет каких-то ожидаемых параметров. Проектной мощности. Да, если можно так выразиться. Это, конечно, сложная задача, но если говорить о том, что расставлять, конечно, нужно начинать с деревьев, потому что деревья, когда вы их сажаете, это долгосрочная инвестиция, это будет долго расти, и надо внимательно смотреть, как на... Во-первых, нужно понимать взрослые размеры растения, это тоже важно, потому что очень часто, с чем я сталкиваюсь постоянно, что эти ошибки я, в общем, сам тоже периодически делаю, и с этими ошибками я часто вижу в работах коллег, часто вижу в работах, в садах частных, которые люди делают сами. Сажается маленький саженец, чтобы достичь какой-то картинки, они сажаются переуплотненно, проходят 5-7 лет, и ты видишь, как это все уже надо переделывать, хотя еще и каштан не вырос, и ту еще не очень большие, и там, я не знаю, и тополь, в общем-то, достаточно маленький, им еще жить и жить, а все это уже столпилось и начинает мешать друг другу. Но вот с хвойными такая часто ошибка, потому что сажают их... Да, 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 с хвойными. Они маленькие, в маленьких горшочках, и их сажают так, чтобы земельки не было видно. Да, да. Вот эту проблему, чтобы земельки не было видно, решить очень просто. Вы сажаете маленькие деревья, вы сажаете относительно небольшие кустарники, но вы можете заполнить пространство между ними разными многолетними растениями. Потому что срок жизни многолетних растений, хоть этот термин используется, он разный. Есть так называемые малолетники, это садоводческий термин, то есть многолетние растения, которые живут 3-5 лет. А есть долгожители, хосты или пионы на одном месте могут жить по 50 лет и больше. И, конечно, когда вы сажаете, условно, различные хвойные, и у вас остается это пространство, которое вам кажется пустым, кто мешает не засыпать его мульчо, не засыпать его щебнем, а посадить туда растения, которые будут жить, выбирая такие, которые не будут мешать при этом развиваться хвойным. То есть, если вы сажаете небольшие хвойные, вам не нужно сажать многолетники, которые вырастут на полтора метра, они их просто забьют. Соответственно, вы заполняете это пространство чем-то, что будет жить меньше, чем вот эти хвойные деревья, которые, когда они вырастут, уже достигнут размера, который им нужен, который вы ожидаете, то есть, когда дерево станет взрослым, у вас они окажутся на достаточном расстоянии, чтобы не мешаться друг другу. Витя, вот скажу, вот как обстоит сейчас дело с видовыми точками? Раньше в садах всегда исходили из видовых точек. То есть, люди приходили на какое-то место, в котором они часто бывают, где, может быть, стоит там мангал, барбекю, скамейка или окно, чтобы с него было видно определенное вот такое вот красивое гармоничное пространство. Мне кажется, что это важно, по крайней мере, окно уж точно. Хоть и говорят, что дома мы не смотрим, но мне кажется, что в окно люди, пускай это мельком, но смотрят постоянно. Поэтому вид из окна тоже важен. Мне сложно сказать, насколько это все нужно, но традиционный подход предполагает, что видовые точки важны просто потому, что вы приходите к какое-то место, и вам нужен какой-то антураж для этого места, условно говоря. А посидеть за столом, чтобы вокруг благоухало что-то приятное и цветущее. Я думаю, что это важно. Другое дело, что можно обойтись без этого, но есть решения, которые проверены им временными, а есть решения, которые приняты не так давно, и просто еще не очень понятно, как с ними жить. Если у вас сад предполагает зонирование, четкое зонирование, допустим, на парадную часть, визуную часть, какую-то часть для отдыха, какую-то часть для приема гостей, то тогда, наверное, логично работать с видовыми точками. А если у вас сад максимально современный в плане того, что он природный, он тяготеет к природе, решения, которые будут использоваться, они не очень традиционные, не очень привычные. Тогда, наверное, можно обойтись и без видовых точек. Мне кажется, в любом случае нужно, чтобы картинка в тех местах, где вы часто бываете, была красивой. Стоит ради этого соблюдать какую-то ярусность, чтобы дерево было большое, кустик поменьше, цветочек еще меньше, чтобы мы видели это все сразу с этой видовой точки. Или этот принцип может быть реализован по-другому, как-то более сложно и замысловато. А может быть, вам хочется видеть просто деревья, которые высокие, а под ними пространство? Ну вот, например. Это зависит от конкретной задачи. Просто мне кажется, что очень сложно сказать это абстрактно. Если мы говорим о том, как выглядит лес в природе, да, в лесу всегда будет несколько ярусов. Это высокие деревья, деревья среднего роста и кустарниковый ярус, и какие-то многолетники, если будет хватать цвета и влаги. Вопрос, насколько нужно это в конкретном саду, потому что это всегда решение, которое диктует конкретный объект, объем. Вот с чем я часто сталкиваюсь, это то, что у нас получается, что дом часто ставят в середине участка, и он доминирует на участке. Он может быть не безумной площади, он может быть 200-300 метров, 150-100 метров, но при этом он будет стоять посередине, и вокруг него с каждой стороны окажется очень небольшое расстояние, там от 5 до 10 метров до забора, который, разумеется, по традиции у нас будет сделан глухим. И работать с такими пространствами достаточно сложно. Но это будет такое уже как раз не пространство, а плотно набитое растение, мешкатулочка такая. Мне кажется, что да. Мне кажется, что здесь как раз уже лучше не использовать большого количества каких-то построек, а именно сделать заросли. Хотя у людей тоже бывают разные вкусы. Кому-то нравится оказываться в джунглях, кому-то нравится оказываться просматривать свою территорию, потому что это повышает ощущение безопасности. Вот по-разному. Кто-то хочет видеть свой забор, кто-то хочет его не видеть. Вот это самое традиционное, банальное решение, это когда поставить глухой забор, а потом думать, какими растениями его закрыть. Обычно после этого сажается изгородистуй, который от того же забора с точки зрения функциональности визуально отличается не так и сильно. Я так понимаю, что для этого как раз используется зонирование пространства из живых изгородей, которые несут не роль изгороди, а роль как бы разграничителя, который отделяет один уголок функциональный от другого и может быть даже по своей стилистике отделяет. Но это тоже традиционное решение, садовые комнаты, да? Садовые комнаты называются? Да. То есть есть термин садовые комнаты, когда берется какое-то пространство, которое обсаживается теми же живыми изгородями, действительно сад разделяется на какие-то помещения, условно говоря. А можно просто какими-то посадками, которые будут затруднять, которые не будут давать смотреть сквозь них. Это не обязательно плотная стрижная изгородь. Это может быть какая-то воздушная сосна или даже злаки. Этого будет достаточно, чтобы это препятствие мешало взглянуть напрямую, и это уже создает ощущение увеличения площади. То есть любое препятствие, которое мешает вам видеть границы вашей территории, увеличивает эту территорию. Это же правило работает и в интерьере. 100-метровый лофт кажется меньше, чем 60-метровые квартиры, разделенные на комнаты. Редактор субтитров А.Семкин